Это шульские, это жанрские. Они все по разным размерам, 54 размер, все прям написано. Медикам скорой защитные костюмы и лицевые экраны. В рамках акции «Мы вместе» волонтеры регионального штаба ОНФ передали Владимирской станции скорой помощи более 5000 единиц средств индивидуальной защиты. Среди них защитные костюмы, лицевые экраны, высокие бахилы. Медики помощь приняли с благодарностью, средствами индивидуальной защиты. Они сейчас полностью обеспечены, но лишними они не бывают. Полную защитную экипировку медики надевают при каждом выезде. Поэтому и заканчивается она быстро. Самые ходовые маски и защитные костюмы. 30 выездов в среднем по 3 комбинезона на состав бригады. Два фельдшера, один водитель. 90, соответственно, комбинезон в день. Очки многоразовые, они обрабатываются. Соответственно, тоже меняются, потом обрабатываются и по новой используем. Маски одноразовые, конечно же, в утиль. Доставили средства защиты участники региональной команды молодежки ОНФ. Алексей Смирнов в штабе волонтеров. Два года с первых дней акции «Мы вместе» помогал пожилым людям с покупкой продуктов и оплатой коммуналки. Теперь приехал к медикам. Потому что очень тяжело смотреть и помогать. Тоже достаточно тяжело бывает. Но это важно. Я неравнодушный человек, которому важно, чтобы люди друг другу помогали. И не чтобы забились и сидели отдельно друг от друга. Чтобы была такая взаимопомощь. К слову, это уже не первая подобная акция волонтеров. Они регулярно передают средства защиты в больницы и станции скорой помощи по всему региону. Средства защиты волонтеры приобрели на благотворительные пожертвования от граждан и организации в поддержку акции «Мы вместе». Проект «Мы вместе» именно создан для того, чтобы помогать не только бабушкам и дедушкам во время пандемии, а еще и медицинским работникам. Потому что им нелегко в это тяжелое время. Поэтому помощь и в продуктовых пакетах, и помощь в таких мелочах вроде бы, она тоже нужна. В дальнейшем помощь медикам в рамках акции «Мы вместе». Продолжатся средства индивидуальной защиты волонтеры будут привозить до окончания пандемии, чтобы защитить тех, кто первым встречается с опасной болезнью.